За чашкой чая Лидия Хемелянина и Людмила Кривенкова поделились с губернатором, как они и их семьи переживали те события. Вениамин Кондратьев поздравил блокадниц со знаменательной датой и отметил, что сегодня важно сохранить воспоминания великого поколения о тех страшных страницах истории и передать их молодежи. Вы живые свидетели, живые свидетели того героического времени, той страницы, великой летописи нашего великого государства. И не было, конечно, этих страниц, героических страниц обороны Москвы, конечно, Сталинград, конечно, блокад на Ленинград. Не было, наверное, величия нашей державы. Ведь была возможность все равно покинуть блокадный Ленинград до того, как он стал блокадным. Они покинули жители Ленинграда, потому что не видели смысла жизни, существования вне этого города. Не видели. Вы сегодня, в том числе, в основе сегодняшнего величия, великой России. Потому что, конечно, великий народ, великое поколение, которое сохранило нашу страну для нас, ныне живущих. Сохранило ценой собственных жизней. Вот только вот стойкость, любовь друг к другу вместе. И вот передаем, что мы передаем эстафету вам, прожитой своей жизни, чтобы на нашем примере молодежь наша училась любить малую родину, училась любить вообще нашу родину, жизнь. И цель в жизни надо ставить. И тогда вот состоимся. Вот цель жизни свою, не отделяя от цели своей родины. Абсолютно. Вот это золотые, друзья, слова. Золотые слова. Принцип их жизни. Они эту эстафету нам передают. И слава Богу, передают. Да. А мы должны ее взять и тоже понести. Это величие великой страны. А потом передать свою эстафету уже. Да. По следующим поколениям. Лидия Хемелянина прочитала губернатору стихи собственного сочинения. Когда началась блокада, ей едва исполнилось 7 лет. Родители ушли на войну, а девочку отправили в приют. Она до сих пор помнит, как сверстники страдали от холода и голода. Сегодня Лидия Тимофеевна – председатель Краснодарской организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда». И уже выпустила пять книг, посвященных теме войны.